А вообще медицина, она сейчас исповедует профилактический характер, то есть задача врачей готовить болезнь. Но для этого нужно делать диагностику организма, выяснять, что не так. Ну, как автомобиль, ну, куда есть автомобиль? Вот, вы приезжаете на АТО, не потому что ситуационалось, но знаете, что пришло время спинить ветра, проверить там компьютер. Также есть для человека, но кто сталкивался с современной медициной, типа, с детскими поликлиниками, то в основном лечение уже симптоматическое, когда уже есть какая-то боль, проблема, на скорой помощи клиентов, сразу начинали реализировать, давать таблетки. А вот та медицина, которая была еще 100-200 лет назад, это профилактические, например, все пили там чайные, и стравы собирали, вот. Когда врачи, целостно был один врач на губернию, и он был и терапевт, и микокордиолог, и урологов, то есть он рассматривал человека целостно. В древней китайской медицине, то врачи вообще платили деньги, когда все здоровы, а когда кто-то заболевал, ему денег не платили. То есть у него была цель, он должен был быть интересован на здоровье людей. И поделитесь, пожалуйста, один-ка человека, кто сталкивался в жизни с ситуацией, когда решил проверить свое здоровье, пошел там бояться в поликлинику, и что из этого не шла? Верно, в поликлинику, схожи с вами. Да, это было про то, что я не знаю. Мы, обычно, когда я приходила, что-то в поликлинику или что-то в поликлинику, то в поликлинику, говорили там, ой, давай попробуем вот это, а еще не поможем, давайте вот это. И они мне помогали, ну, в результате саргиля, больше всего приходили. То есть они, как подрослый круглый кролик, как подрослый, когда, ну, проверяем, в какой-то экипированной команде, тогда все-таки, ну, это поможет добрый, а не предупреждает. В медицине это называется метод лечения ex-vangibles, на пробу. То есть, когда четко непонятно, что это за заболевание, но врач из своего опыта, у него есть какая-то интуиция, он думает, давайте, наверное, вот это. Если это это, я на самом деле такой же. Вот. Ну, лучше, конечно, сразу же выходить на причину и лечить причину, чем пробовать. И, ну, я уже работаю в медицине 15 лет, проверю, проконсультировал около 9000 пациентов. Кабинет в городе Киеве, где мы сейчас есть. И, ну, конечно же, расспрашиваю пациентов, а как бы они ко мне пришли, доходили, где они еще наблюдались, лечились. Как правило, люди приходят с такими вот бабочками и разными анализами, их очень много. И я сам в свое время работал в институте кардиологии, сражеско-гумово, в военном госпитале в городе Киеве. И сам назначил анализы, и понимаю, что просто эти бумажки приходят, эти десятки анализов, но показатели в организме там около полутора-двух тысяч. И за 10-20 анализов не всегда могут выявить первопричину. Поэтому какие-то шаблонные диагнозы ставятся, то есть кинезия, СПС, атеросклероз, и лечиться по шаблонам. И поэтому так много сейчас хронических больных пациентов, продолжительной жизни желают быть лучше. В нашей стране проводят на жизнь 60-65 лет. Страны-долгожители, это Япония, США, Новая Филандия, там порядка 20 лет, 80-80 лет. То есть, есть такой зазор, ресурс около 20-25 лет, если там можно у человека, если он хочет этого, может жить больше. И по даже статистике ВОЗ, здоровье зависит 10%. от генетики в 10% от уровня медицины и в 65% от образа жизни человека. Поэтому цель все-таки устраивать себя, здравоохраняется, вредно-надушающих привычек и внедрять в свою жизнь здоровые привычки. Гимнастика, здоровый сон, питание. Но зачастую людям нужно когда-то мотивироваться, для этого нужно общаться с людьми, там с врачами, с центрами, ходить на какие-то вот хрень, чтобы себе это, пробуждать это желание. А предел такой? Предел? Ну, есть там 100 лет, кто-то живет 10 лет. Предел 900 лет. Ты что? Вы знаете, ли что-то? Нет, сейчас их нет. Выдавайте или что-то выдавайте. Да. А если есть, но есть такие данные, исторические, есть сейчас Калия юга, сейчас такое время невежества, полосатия юга, люди жили намного больше, и в Библии указаны, на самом, тысячи лет. Но мы реалисты, мы сейчас живем, вот, сейчас другие какие-то вибрации, другое там, какая-то кремниевая природа, сейчас углеродная, на более подверженном объявлении. Уже я и скажу из того, что есть. Даже приятные природы, участвуют, особенно если вы видите, что-то нам поставили ограничения. Не больше 100 лет, 100, 120 максимум. Само слово «человек», как «чело», то голова лопна вверх, на 100 лет. Вот, да, для того, чтобы реализоваться человеку, ему нужно время, чтобы приобрести какой-то опыт. Вот, я часто пробуждаю пациентов, говорю, что ваша жизнь, и кому принадлежит ваше дело? Кому принадлежит? Нам оно не принадлежит. Вот, оно нам не принадлежит. Это подарок. Мы ничего не сделали, чтобы получить тело. Вот, просто душа наша поместилась в тело, вот, и нам его дали. Если Бог, там, природа, мироздания, дал тебе что-то, то будь любезен, уважай этой любви, и заботься о нем. Потому что те же многие люди, кто занимается духовными практиками, часто они, но осознают, что они душа, и перестают заботиться о них. Но нужно идти дальше, вот эту любовь направлять не только там на людей, на природу, но и на самого себя. Потому что мы можем поделиться только тем, что у нас есть какие-то попытки. Вот, если мы сами, у нас мало энергии, мы забираем у других, то, что мы можем дать миру хорошего? Я часто говорю из-за сцены, что люди, кто хотят развиваться, психологически, духовно, они все-таки, вот, базис, это телесные практики. Дело можно пощупать, можно увидеть. Потому что многие там улетают, какой-то астрал, там, какие-то, иллюзорные... 0, 3, 8. Новый технологий. Интересно, он пытается ответить на саму через блютус. Вот, пытается какие-то там, иллюзии, там, какая-то эфемерная любовь, но подходишь там у человека или смотришь, у него нет ни энергии, нету привлекательности какой-то, да? Вот. Так, друзья, по поводу некий опыт, я расскажу вообще, почему они возникают. Вот, я люблю фразу такую, что правильный диагноз это 50 процессов успеха в нечаянии. И человек успокоен, когда он знает, что делать. А очень много людей приходят в центр здоровья, они проходят множество и частных клиник, и поликлиник. И вот так, мы идем четкого диагноза. То есть, простым я диагнозом, очень много технитов, воздух, а именно что делать, у них нет представления. И вот такой посыл, что они под какие-то таблетки, и врачи смотрят. Когда же ситуация дофигит, некой критической черты, чтобы поставить человеку на операцию, или, скажем, проблемный орган, дожды, щитовидная железа, или камень, пучка. Вот, такой порядок вещей у нас сейчас есть. Я расскажу вот по такими схемам, на что обратить внимание. Какие еще есть заболевания? Ну, я не знаю, я еще буду коронечка, стараюсь, я просто постирала, или что-то не буду. Но у меня постоянно тишнота, когда я болела, и у меня не видит, почему не так, чтобы просто привезти, и просто, чтобы не помочь. А еще вот, не память, потому что, вот уже выражено, спазм у печетя, начи в траву, вот, такой неприемный, прям аж, аж прям сжимаясь. Спасибо. Сунушно-кишечные тракты, по статистике, это порядка 70% в обращении пациентов, с доктором. Вот. И бледность небольшая у вас есть, то есть, как деля на мере. Я зараза себе, такое ощущение, что вы знали, самое распространенное заболевание у женщин, это анкетия. Малокровие. Ну, я сумму, порядка 7 лет была. Добавляю, 50 лет. Ну, я смажусь. Ну, такой совет даже, вот, во время месячных, когда женщина теряет стройку, во время менструации, поэтому, во время месячных, здесь, какие-то препараты, железные, рецептолиевая мислота, чайная пульса, то, что вы понимаете, суп, морковый суп, распространяйте потерянную прозу. Вот, в восточной медицине, в аюрмедии, важное место уделяет, как раз, назначена от лечения желудочно-кишечного тракта. Они сами, у человека все равно, да, скажем, там, кожа, другие органы ткани, это как листики на деревьях. Но, лечить заболевание, там, лечая листик, неэффективно. Надо лечить какой-то ствол, какой-то корень, да, откуда идет питание всего дерева. Также, человек, пушечник, он и напоминает форму корней. Там идет процесс засасывания, процессы выделения, так как наружу, где формируется в раун. Часто есть такой, в чем я даже называю, что состояние синдром заряда кишечника, когда нарушается избирательная протисаемость кишечника, и уже кишечник не служит, не выполняет непроверную форму. И многие антигены, то есть чужеродные для нас вещества, белки, беспроблемно проникают в тело, вызывая иммунную реакцию, называемое заболевание аутоимисты. Слышали там ремотоинер 3, изограна 4, железные звери, разные экземы, псориаз, хмор. Вот это целая группа заболеваний, они вроде как разные по проявлению разные симптомы, но по лечению у них один и тот же подход, это нормализовать проникновение сушечника. Вот вчера была лекция про про приобретение. Ах, как раз по хулею, как раз я об этом рассказывал, что что же нарушает проникаемость кишечника. Консерванты, токсины, алкоголь, внутренний приемный завт. Все эти вещества, они токсически действуют на эпителии, и эпителий кишечника, который выстилает на всю поверхность, он начинает расходиться, и между их деревьями начинает образовываться щели. Щели могут протекать и те же бактерии, и палачки, разные наши кировки. Вот. И организм их начинает прорудить другим путем, например, через кожу. Поэтому у людей, у кого изыкливается эпителем и бобилон, это показатель для того, что включаются дополнительные органы снижения кожи. В самолете я узнал, я пришла с организмом в самолете у них два-три эшелона функциональности. На случай, если одна система поломается, включается, вторая система, третья включается, потому что включает весь перевод через пассажиров. Так же и в организме. Если ломается блок, скажем, выделение так же, пешечник организм включает точки, ромается снижение и снижение и снижение и снижение хронически больных или пожилых людей замечали запах. беременных женщин. Не работает нормально органопределение, скопились таксины, и вот через что, через что, через что, некоторые целители, они по запаху осуществляют боль. Чущество Я слышу запахи сосна у беременных женщин, у людей с панкреатитом. В них выделяются гетоновые тела, и они выделяются через лёд. Это быть мастический запах. То есть врач может определить, что поставить сразу же диагноз, между прочим. Вот несостоятельность поджелудочной железы. Детонку, скажем, дают много молочного или хлеба. И появились паразиты. И поджелудочная не переваривает эти белковые соединения. И происходит не полный распад белка до уровня гетонового тела, который как раз. Лучшее диабетное заболевание. Примерно ацетон. Но ограничить депилковое мясо. Примерно ацетон. Примерно ацетон. Железа. Она выделяет протеолитические изменения. В том числе и вырабатывает эти белки. И, в том числе, и вырабатывает это. Потому что с ней, сладкая, и белок. Потому что в ничем, с ней меньше сладкая. Сладкая и белок. Потому что он меньше сладко. Вот он рассказал одно из базовых принципов и в принципе в любом заболевании хроническом, в любом лечении надо начинать с очищения крови и нормализации парьерных функций кишечника. Уже будет повышение. Как это сделать? Соответственно подобрать препарат для использования. В основном фармакопрепараты, они что-то блокируют. Пишите, да? Пета-блокаатры, гидроидажные, туши аспиричные. Они блокируют. То есть они не созидают, а просто что-то останавливают. А для активации выделения надо что-то стимулировать. И для этих целей лучше подходит биорезонансная терапия. Я использую практику. Верняка многие пользуются смартфонами. Каждый год отправляется техника. И также в медицине есть эволюция техники. Ну, по старинке, конечно, у наших врачей еще там ставить диагноз через диагноз, через опрос. Есть уже приборы, которые позволяют диагностировать, точно поставить диагноз. Я работаю на том каких-то приборов. Называется он имидис-эксперт российского производства. Это известная фирма. Приборы дорогостоящие, около 10 девчонок стоят. Но вот имидис-эксперт. И методика называется дегетарезона. Кто-то слышал? Дегетарезона. Метод холия. Это развитие метод холия. Вообще, лучшие способы очистить вот эти сады. Ну да, это... К этому надо идти. Метод дегетарезона есть. Можете видеть в гугле поиски, в видеороликах. Заходите на мой YouTube-канал, на мой сайт, где я детально рассказываю. Понятно, как это работает. Ну, если в двух словах, вегета – это нервная система медитативная резонанса. Это у каждой частоты, у каждого, скажем, микроба, процесса, органа, есть какой-то аналог частоты. Ну, как имя. И тест – это измерение. Прибор производит, заложил около 30 тысяч разных глазателей. Раньше использовали просто в ампулы. Похищали какие-то образцы встаней болезни. Горбо-мелочки. И снова протезы бактерий. Сейчас они делают электронных схем. И врач включает этот тест. Прикасается еще к пункту пальца пациента. Делается измерение. Тут еще через щуп, через весь органин. И если это длина волны есть в теле, будет один ответ организма. Если нет – сигнал проходит транзитом, ничего не происходит. Вот такой несложный для понимания способ. Никакого шаманизма нет. Все это физика. Все это работает. Метод уже 30 лет. Он понемножку входит в наши больницы-поликлиники. И в России есть центры. Может слышали, центр Мерсеева. Может слышали, центр Семенова по очищению. То есть они вот как раз используют методику для определения паразитов. Не делают акцент на проявлении лечения с акционом пополеваний. И вот такая специфика, что по лабораториям, даже по анализу права, мало что удается. Если я не следую. Там листов, околостолидов. Сейчас сейчас не соль. Вот всего я на приеме трассирую 700 вида по очереди. Частое, что-то появляется ощущение, что мы доходим. У него все попереки и сейчас есть все. Очень много удовольствий. В больницах, лабораториях ну там есть тест, как может 10 раз. Поэтому человек даёт анализы, ему говорит, у вас ничего нет, он тебя успокаивает, у него всё в порядке. И будет всё же есть какое-то хроническое заболевание, и будет подтачивать что-то. Вот, поэтому лучше выставлять точный диагноз. А, и я говорил о биорезонансе, о том, как помочь организму, такой универсальный подход для лечения большинства хронических заболеваний. Мы привыкли обычно, что какую-то нужно таблетку принять, а капельницу поставить. Это тоже есть, это имеет право на существование, но вот новые технологии, они безопасны. Любой препарат, как вы знаете, он имеет дуальность, он и помогает, но и вызывает побочные лечения. И зачастую современные лекарства, их так много, что из понятия лекарственной болезни, кто-то сталкивался с побочными препаратами. Вот, ну приведите мне. А, какой препарат у нас? Я не помню, я не помню. 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 Сухой спорте была такая, что просто... Это часто. Побочные. Вот, я спрошу у сотрудника ВПП-хоздрибов. Ролика, сотрудника, сотрудника Червака, поговорим о побочных действиях препаратов, что сейчас очень много... И в понятии даже лекарственная болезнь, когда человек имеет одно заболевание, лечится, у него возникает еще одно заболевание из-за приема препаратов. Можете что-то интересное получить, помните? Скачу из практики. Практически все пациенты, я когда работал в больнице, когда доктор назначал препараты для, допустим, лечения гастрита, язвенной болезни желудка, это автоматически напрягало почки, желчевыделительную систему. И проблема эта усугублялась, хотя симптоматика, с которой они приходили, она устранялась. Поэтому, к сожалению, так нас учили в институтах. И какое-то время, ну я анестезиологом был, я не лечил людей, я как бы стабилизировал их состояние. Но врачи очень много назначают химиопрепаратов, которые не нужны для лечения. То есть можно было в 2 раза меньше назначить, или в 1,5 раза меньше назначить, чем они назначают. Вот такой мой опыт. Да, спасибо. У вас сегодня будет доклад 15 часов, да, на какую тему? Будет доклад заболевания в мегаполисе, жизнь в мегаполисе, болезни, которые сопровождают жизнь в мегаполисе, и способы их устранения. Да, хорошо. На этой же поляне, да? Да, на этой же поляне 12.30. Да, вот побочные, да, по побочным препаратам, то есть, я так объясняю пациентам и сам придерживаюсь. Если какая-то острая ситуация, да, я могу принять таблетку и даже антибиотики, то есть какая-то рана, порез, у меня были падения. Но на длительный прием я не рекомендую. Вот обычно сейчас тенденция, скажем, при заболеваниях щитовидной железы, пожизненный прием препаратов, воспалительные заболевания суставов. Там дают стероидные препараты пожизненно, и возникает ряд заболеваний. Побочных эффектов, как повышенный мокроздиапороз, эрозия, зажилство кишечного тракта, анемия. Потому что нет некой избирательности действия на именно пораженную ткань лекарства, действия на все ткани. Повышенный риск образования камней в белочи и в печени. Ну и повышенная нагрузка на печень, которая метаболизирует практически все яды и токсины. Поговорим об этой, давайте, общую информацию, да. И по лечению. Я рассказываю сейчас общую схему лечения, альтернативное лечение заболеваний. Значит, биорезонансное лечение. Я сказал, что сделается диагностика, и потом у каждого органа есть некая своя спектр частот. Там у печени, вообще сердце, углубление, сокращается с частотой 60-90 ударов в минуту. И печень тоже наша двигается, она сокращается, есть движение, и почки двигаются. В общем, все это на электромагнитном органе имеет некий спектр. И во время болезни этот спектр, он нарушается, он меняется. Вот. И если человеку сообщать через магнитный индуктор или через пластины правильный ритм работы органа, то орган это слышит, входит в резонанс и начинает также нормально работать. Сиан длится около получаса, потом мы записываем на носитель, например, или сахарная гранула, или на раствор спирта. Вот это вот магнитное поле правильное на здоровье. И человек еще месяц-два принимает в капельках эти препараты. И орган постоянно подтягивается. Вот такой метод лечения, он всегда более точный, он не имеет побочных эффектов. То есть он, но зато препарат, конечно, такой нюанс, он подходит конкретному человеку. То есть этот препарат, если дать другому, эффекта не будет. Вот. Значит, это по лечению. Биорезонансное лечение. Вот те же лечения инфекции. Кто-то пил какие-то антибиотики от глистов, таблетки. Вот такой опыт. Есть тоже современная альтернатива. Йоготик. От чего? От гельминтов. От гельбок. Ну, не знаю, это как смола, в принципе, делила берегу, поэтому смола на эскипидар, в ванной эскипидар, у него очень много фаркулянцев. Ну, это ближе к народной медицине. Тут нужна, ну, своя специфика. Я когда-то использовал травы, плотные, но я-то знаю, как их назначить, но у нас люди ленивые, они не хотят заваривать траву, пить там по 5-6 раз в день, ленятся, и снижается эффективность. Потому что врач плохой, потому что это мотивация, это мотивация, это мотивация, это мотивация, это мотивация, это мотивация, это мотивация. И ничего заваривать не надо. То отлично, то люди, людям легче соблюдать эти рекомендации. Так вот, по лечению инфекции тоже, друзья, есть альтернатива, знайте об этом. Частотное лечение. То есть для каждого бактерии есть какая-то своя частота, на котором она функционирует. И если направить эту частоту в противофазе, то есть если там такая кривая идет, а если вы направите в противоположную, да, то эти волны накладываются, и бактерии уже некомфортно жить, и она не может размножаться. И вот это частотное лечение, оно уже тоже в медицине используется около 30 лет. Себя хорошо зарекомендовала. Шикарно выводятся листы, даже те, которые таблетками не являются. Вот есть инфекции, которые очень резистентны, толерантны к химиопрепаратам. Знаете, люди, встречались? Буриоплазма, да. Это нечто среднее между бактерией и грибом. Очень устойчиво к антибиотикам. Токсоплазма, слышали, от кошек передается. Тоже очень устойчивая. Трихотистость? Ну, золутистый силафикон, это условно патогены у всех генов есть. Просто у всех он есть, но он активизируется, когда есть благоприятный для немой среда. Если у вас будет кожное сало подкислено, будет у него много сахара там, то он будет размножаться. Или после стресса, когда повышается униокортизол, снижается амфоний, обостряется механическая инфекция. Хорошо лечатся даже хламид и трихомонады. То, если сталкивались с заболеваниями, половыми заболеваниями, половыми путем, то сами гинекологи и урологи знают, что не всегда будет инфекция. Даже если они не находят в банке каких-то возбудителей, то он назначает и антибиотик, и от трихомонады метрнипазол или другую препарату. Вот я не прав. Вот это гинекология, можно протестировать. И я вам скажу, что когда у людей тоже стереники, что болезнь называется одним из них. Здесь похожа на разных представлениях. Оказывается, чтобы убить эту болезнь, надо не один микроб, а несколько. Как правило, в целое идет такая орда. Только вместе с группой они могут пробить иммунитет человека. Громче, громче. И более того, что микробы могут жить в другом дружке. Более мелкие живут в крупных формах. Поэтому, если чек приходит, скажем, с вирусным гепатитом или с папиломовирусом, или с нерпесом, я объясняю им, что сначала надо вывести у вас крупные формы паразитов, затем простейшие, затем бактерии. И только потом можно добраться до этого вируса, которому уже некуда спрятаться. Поэтому лечение хронического забирования, оно не может по определению быть за одну неделю, за месяц. То есть нужно время, чтобы поэтапно добраться до этого возбудителя белков. Еще много всего интересного есть, например, что бактерии и микроорганизмы, они тоже конкурируют между собой за питание. Грибки с бактериями, знаете, да? То есть либо грибок живет, либо бактериями. На этом принципе основана антибиотикотерапия. Вытяжки экстракта грибок используются для лечения материальных заболеваний. Но эти же антибиотики провоцируют в организме рост грибок. Поэтому врачи, назначая антибиотик, дают еще противопрепарат. Это все не зря делается. Дается там антибиотик, и инстатин, и кризис антибиотик, которые подставляют шутерапию и запрещают кушать сладкое. Добудите. По сказанному есть какие-то вопросы на футболе? Хочете поделить сам по боку своего? Синдок ночи, что скажете? По поводу сказанного? Ну что, да. Люди хотят быстро вывести хроническую инфекцию. Приходят в больницы, где принимают химию и препараты. Достигают видимого быстрого улучшения. Но через какое-то время хронизация усиливается. То есть присоединяется другая инфекция. Потому что субстрат, это слизь, которая в организме скапливается, она не вывелась. Она осталась на том же уровне. И даже удвоилась. Поэтому нужно взреть в корень и выздоравливать. Нужно чистить основу организма. То есть нужно выводить те продукты, которые являются пищей для инфекции. Спасибо. Мы проговорили методы лечения при большинстве заболеваний. Это фьюритонанс, 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 фьюритонанс. Фьюритонанс, 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 фьюрит эти все центры находятся рядом, где они все взаимосвязаны. Наверняка вы можете это пронаблюдать в обычной жизни. Человек, как говорят, понервничал, там с кем-то поругался, там у него сразу же хотелось кушать, появился пить, изменился уровень корректизованных сухих лиц и сам простой. И у него сразу же снижается подвижность лимфоцитов и лейкоцитов, что снижается в месте, то есть уже лейкоциты такие активные подвижения к чужеродни, значит, подвижность.